Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать новинки, которые я заказала. Это тоже 100% хлопок и производство Ивановской фабрики. Вот сейчас на мне вы видите пижамку такую, так как я много времени провожу дома. Соответственно, хочется и нормально выглядеть, а не дотаскивать, скажем так, те старые вещи, которые уже пришли в негодность. Их не хочется одевать уже на улицу, где-то там потертости, катышки, дырочки. Поэтому я хочу выглядеть дома красиво и обзавожусь, как вы видите, в последнее время огромным количеством именно домашних костюмчиков. Сразу хочется сказать о тех плюшках, о тех бонусах, которые вы можете получить, заказав с этого сайта. Во-первых, предоставляется скидка 3% за предоплату за заказ. Это раз. Также 5% скидка предоставляется, если вы оставляете отзыв к товару на этом сайте. И есть раздел у них, который идет без наценки, со скидками. Этот раздел называется «Последний размер». И там вы можете заказать продукцию без наценки, с хорошими скидками. Да, и в видео будет не только домашние костюмчики. Их в общей сложности будет 4. Будут 2 костюмчика, которые можно смело одевать на улицу. Как вы знаете, я заказывала с другого сайта одежду. Так вот, например, если сравнивать с тем сайтом, то на этом есть костюмчики, которые смело можно одевать на улицу. И таких костюмчиков очень много. То есть они не домашние, а больше все-таки, ну, во-первых, выдержаны в таком стиле, что они уличные. И плюс еще ко всему там используется немножко другой вид ткани, немножко другой хлопок. Он более плотный. За счет этого он не смотрится как домашний костюмчик, и смелый, и расцветка соответствующая. Смело можно выходить в нем на улицу. Сейчас на мне костюмчик 42-го размера. Практически все то, что я заказывала, это заказывала 42-го размера. Тоже сомневалась, какой брать 44-й, потому что вроде бы и при стирке многие вещи садятся из 100% хлопка. Но решила все-таки остановиться на 42-м размере, на своем размере. Так вот, на мне вот сейчас костюмчик 42-го размера. Это даже не костюмчик, такая больше пижама. Но не пижама, потому что спать я, например, не планирую в ней, а именно то, в чем можно красиво ходить по дому. И я раньше, когда смотрела голливудские фильмы, да, в такие давние советские времена, еще будучи подростком, мне так нравились вот эти вот киношные образы девушек, которые ходили в этих пижамках. И так все было красиво, и вот этот вот дом мечты, да, и вот эта вот красивая одежда, которую они носят дома. А так как не было еще такого изобилия одежды в те времена, это прям была, можно сказать, сказка. И вот эти вот пижамы, костюмы домашние в пижамном стиле, они настолько мне запали в душу, что вот я сейчас, как только представляется возможность, прям мне хочется вот именно в таком стиле, что не будь себе что-либо заказать. Вот, по поводу размерности, я решила все-таки рискнуть, заказать 42-го размера, единственный костюм я заказала только 44-го размера, потому что 42-го просто-напросто не было. И в принципе не прогадала. Вот тот костюм, который сейчас вы видите на мне, он мне идеально подошел по длине, потому что во мне рост 1,61 м, а в соответствии с размерной сеткой, которая указана на сайте, 42-й размер как раз подходит на рост до 164 см, это у меня просто этикеточка сейчас в руках, на объем груди 84 см, и у меня тоже объем груди 84 см, и бедра 92 см. Единственное, вот именно конкретно этот костюмчик, он мне прям впритык по бедрам, он мне, ну не то чтобы туговато на талии, но есть, да, да, резинка туговатая, на мой объем талии 65 см. Можно было бы посвободнее, можно было бы взять 44-й размер, давайте сразу условимся, вверх у меня 84-й, да, 65 см это объем талии, и бедра у меня от 90 до 95 см, они постоянно у меня плавающие, я легко набираю вес, легко сбрасываю его, и соответственно я каждый раз перед тем, как снимать видео, не перемеряю свои параметры, то есть от 90 до 95 см, и если исходить из той размерной сетки, которая указана для размера 42, то здесь бедра 92 см, и я в принципе в них влезла, он немножко обтягивает мне штаники, штанишки, брючки по попе, но не критично, скажем так, опять же хлопок имеет свойство растягиваться, да, на теле, когда ты сидишь, у какого-то хлопка вытягиваются коленки, по поводу качества, я пока ничего не могу сказать, потому что все-таки я еще не стирала, я не знаю, будет ли вы стираться из ткани краска, будет ли он усаживаться как-то в размере, ну как хлопок 100% имеет свойство, если его неправильно постирать, да даже если вы при 30 градусах постираете, он дает небольшую усадку, причем дает усадку, как правило, не в ширину, а в длину, поэтому учитывайте, если вы хотите взять, чтобы вам было посвободнее дома носить, то лучше возьмите на размерчик побольше, вот, но от костюмчика я в диком восторге, у него ткань не особо тонкая и не плотная, да, она средняя такая, причем приятная на ощупь, она такая мягенькая, даже не полежав еще в барабане стиральной машинки, да, я еще даже не прополоскала в... кондиционере, вот, сижу в грязном, можно сказать, костюме, вообще я все вещи перестирываю, а делаю его просто для съемки и потом буду опять стирать, буду все стирать, потом я заказала себе наикрутейший костюм, специально для занятий йогой, летом, сейчас еще прохладно в помещениях, но вот летом это будет самое то, и я давно думала о том, чтобы прикупить себе какой-нибудь костюм для занятия йогой, эта йога у меня не асана, там мы больше занимаемся духовной практикой, но сам факт, что... дыхательными разными практиками, вот, но сам факт, мне нужна какая-то сменка, потому что в той одежде, в которой я буду приезжать с улицы, я ее не смогу там одевать, нужна какая-то переодежка, и нужна... мне как раз было именно более-менее что-то такое свободное, чтобы я могла сидеть в позе лотоса, и еще плюс ко всему вот этот вот знак, девчонки, вы посмотрите, это знак ОМ, для тех, кто не знает, в нежно таком выполненном розовом цвете, но нежнейший костюмчик, конечно, нежнейший. Еще мне понравилось то, что здесь майка, она не коротенькая, да, она, в принципе, даже прикрывающая попу, и штанишки, они сделаны типа в форме Аладдина, то есть, вот эти штанишки мне посвободнее даже, чем от предыдущего костюма, здесь вот впереди есть такая интересная сборочка, присборочка, и на... они смотрятся на мне как будто бы вот штаны Аладдина, то есть, они немножко расширенные по бедрам и суженные к низу, к щиколотке, и опять же, мне понравилось то, что они не длинные, мне как раз соответствуют росту метр шестьдесят один, то есть, они мне в одно время свободны, и в то же время мне не нужно их будет подрезать, вот, а не нужно будет подрезать, и еще, видите, снизу вот такие вот штучки, да, ну, как манжетики такие, вот, конечно, если бы они были бы мне длинноватые, то они бы сильно сборились бы, а так размерные сетки вполне себе и полностью совпадают. По качеству не хлюпенький, то есть, не легенький хлопок, то есть, не, как сказать, не тоненький, не слишком тоненький, тоже среднего, средней толщины хлопок. Но от костюма тоже в диком восторге, то есть, у меня уже все вещи, они под что-то, под какую-то свою, будут выполнять свою определенную функцию. А потом следующий костюмчик, это вообще прям был такой восторг у меня, потому что он необычный, сейчас вы, как знаете, в моде а-ля какие-то такие советские времена, когда у нас были такие спортивные костюмы тут в виде ромбика, сейчас очень многие бренды используют в своих вот этих вот спортивных костюмах, вот это вот что-то в виде треугольника здесь, ну, то есть, косят немножко под именно такой советский стиль. Но я бы не сказала, что это совсем прям уж советский стиль, потому что, ну, опять же, используется здесь классное современное сочетание черного с серебром. Девочки, здесь серебряная вот такая вот вставочка металлическая, очень интересная, смотрится великолепно на теле, на фигуре, ну, по крайней мере, на моей фигуре. То же самое, соответствует, я боялась, вот, потому что, ну, блин, подрезать, покупать и подрезать потом, я боялась, что 42 размер, мне будет костюм, а ладно это домашние, когда вещи, а когда дело касается уличных вещей, там, потом относить это, подрезать, я здесь могу подвернуть, а там уже придется что-то с этим делать, да, в мастерской швеи. Ну, вот, опять же, 42 размер на 1,64, спокойно себе подойдет, ничего не надо мне убирать лишнего, эти штанки чуть свободнее мне, чем предыдущие, да, ткань более плотная, и, ну, она не похожа, не совсем, не совсем похожа на предыдущую. Вот так вот она выглядит, смотрите, может быть, вам так будет понятнее. Они тянутся немножечко, тянется и вот эта вот ткань, которая серебристая, и красиво смотрится, шикарно, можно сказать, смотрится. И следующий костюмчик, мне его пришлось заказать в 44 размере, потому что моего 42 не было, это костюм цвета хаки, зеленый, такой милитарий стиль. Как ни странно, несмотря на то, что это 44 размер, брюки мне не слишком длинные, чуть подлиннее, чем предыдущие, но в то же время и сильные вот эти вот гармошки внизу не видно. И еще, плюс ко всему, по талии они не нормально подошли, по бедрам такие вот достаточно свободные. Кстати, 44 размер, здесь уже ростовка идет не на 1,64 м, а на 1,70 м, так что имейте в виду. И на объем груди 88 сантиметров, на объем бедер 96 сантиметров. Единственное, что здесь отличается в предыдущих костюмах, это ширина кофты, то есть кофта мне достаточно такая свободная. Костюм приятный к телу, прям мягенький. Я так предполагаю, что здесь все-таки используются еще какие-то эластаны. Хлопок Пээ написано, я не знаю, что это такое за... Ну вот, не чувствуется, что это 100% хлопок, то есть здесь есть какой-то эластан, поэтому я сомневаюсь, что они при стирке подсядут, то есть они при стирке себя должны вести идеально. И этот костюм, он плотнее, чем предыдущие костюмы. Ну, в два раза, наверное. Здесь вот такая вот интересная наклеечка, очень классный, тоже мне безумно понравился. Вообще все, что я заказала с этого сайта, мне понравилось и по тактильным ощущениям, и как смотрится на мне. Вот, собственно говоря, и все. На этом мы с вами закончим. Я оставлю все ссылочки на эти костюмы внизу в инфобоксе к этому видео, чтобы вам проще было найти, потому что ассортимент там огромный. Да, внизу этого костюма, я тоже не сказала, есть вот такие вот манжетики, которые не будут давать вам спускаться и волочиться штанам, даже если они вам чуть будут велики и длины по полу. Они будут этому препятствовать. Сейчас я вам покажу, как можно оформить заказ на сайте Текстильный Угол. На сайте как раз есть раздел, о котором я вам рассказывала, последний размер, где вы можете найти вещи без торговой наценки. Зайдем сюда, посмотрим, что же здесь нас ждет. Как вы видите, сейчас предоставляется скидка 3%, если вы поделитесь с друзьями в своих социальных сетях купоном. Выбираем понравившуюся нам вещь и перейдем в корзину для оформления заказа. Вот еще какой-то всплыл купончик на 5% на мой первый заказ, который можно, введя электронную почту, адрес своей электронной почты, получить купон на эту электронную почту и воспользоваться 5% скидкой. Зайдем же в наш раздел «Порзины» и для оформления заказа заполняем данные. Вот здесь вот как раз можно будет ввести купон на скидку, который вы получите на электронную почту, 5% скидку. Здесь вводите все свои данные. Выбираем способ, удобный для доставки. Это может быть «Почта России», либо «СДЭК» транспортная компания, либо через систему «Боксбери». Точная стоимость доставки будет рассчитана после оформления заказа. Выбираем удобный способ оплаты. Можете оставить здесь свой комментарий и нажимаете кнопку «Оформить заказ». С вами свяжется в ближайшее время по уточнению вашего заказа. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Желаю вам всем хорошего настроения. Пока-пока.